Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу более подробно о принципах моего похудения, которые я использовал в видео о том, как я сам похудел на 8 килограммов. Тема достаточно широкая. Если мы голопом по Европам прошлись в самом видео, и посыл того видео был об общем комплексе всех мер, которые я принимал для того, чтобы так быстро похудеть на 8 килограммов за месяц, то здесь я более подробно коснусь темы питания. Потом у вас у многих возникли вопросы о БАДах, почему такой набор БАДов и препаратов и так далее. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Конечно же, напишите вообще, интересно ли вам обсуждать будут БАДы и препараты. Может быть, вас больше интересует питание. Значит, по поводу питания. Сейчас всплывет аналог вот этой картинки, которую я выдаю своим пациентам. Ну, или, может быть, так ее видно. Не знаю, посмотрим. Суть не в этом. Суть очень простая. У нас есть часики, и в каждое время в течение суток мы должны питаться по-разному. И первое, что я объясняю своим пациентам, я им объясняю, что, соответственно, есть такая штука, как ночной глюколиз. И есть такая штука, она сопровождается. То есть, ночной глюколиз равно печеночный глюколиз. То есть, это когда, если говорить обывательским простым языком, организм берет запасы глюкозы из печени. Потому что ночью вы не едите. Потому что, соответственно, ночью потенциально организм рассчитан на то, что все-таки мы в дикой окружающей среде должны находиться. И потенциально вас может разбудить какая-нибудь утром дикая собака-динго, которая решит отобедать вами. Не пополнить свой собственный запас глюкозы. И чтобы не стать источником энергии для дикой собаки-динго, соответственно, вы должны сами встать быстро. Либо сами съесть дикую собаку-динго, либо от нее убежать. И для этого нам нужен такой бензобак, которым выступает печень. Поэтому те люди, кто боятся, что они откажутся от сладенького, от своей любимой конфеточки, по утрам, особенно по утрам, они на ту глюкозу, которую печень выделяет, сверху накидывают глюкозу этой конфеты. То есть, первые 4-6 часов вы вообще можете израсходовать ту глюкозу, часть той глюкозы, которую вам выбросило в печень. А с возрастом она только увеличивается, что и провоцирует, кстати, инсулинорезистентность. Это причина, почему изначально гипогликолитические препараты, была такая советская схема, назначали на ночь. Сейчас мы, конечно, стараемся так не делать. Мы их назначаем конкретно как раз-таки утром, когда идет повышение глюкозы пациентам. То есть, если еще эти цифры не так критичны, когда человек ночью спит, да, и там, ну, высоковатая глюкоза, ну, там, допустим, даже 4-5, к примеру, она будет, не беру случаи, там, махрового диабета, 4-5-5 для спящего человека, 4-5-5 глюкозы, это уже много. Ну, он спит, да, вот. И, да, к утру она там даже в каком-то степени должна повыситься у него, да, в течение сна. Ну, и он, типа, вот проснулся, и если уж не от дикой собаки Динго убегает, то и все равно расчет-то эволюционный, да, мы там много ходим, утром должны выполнять какую-то физическую работу и так далее. Мы, конечно, так и не делаем. Поэтому, с точки зрения европейских моих коллег, я с ними сореданен, согласен, назначаются сейчас чаще всего гипогликолитические средства, утром пьются. Соответственно, чтобы не произошло то, что вы что-то съели, да, особенно там, когда пациенты любят не соблюдать рекомендации врача, едят что-то углеводистое и, соответственно, таким образом утром два раза глюкозу и так высокую повышают. То есть, у человека было 5,5, допустим, глюкоза, 5, и он ее повысил там до 10, наелся там каких-нибудь даже каш. Он считает, что каша это полезно, и вот он там число до 12, 2-3 приема каши сделал, отшлифовал это одной конфеткой, куском хлеба, в который тоже сейчас хлеб сыпет сахар. Поэтому, соответственно, такие дела и происходят, и глюкоза уже 10, у кого-то 12, у кого-то 15, там переходит в диабет, соответственно, все это дело. Такая история. Чтобы вот это дело не развивалось, да, мы говорим о том, что у нас и у меня в частности, и у многих других людей есть генетическая детерминированность диабету второго типа, есть родственники, например, в анамнезе с диабетом второго типа. Ну, мы, конечно, что рекомендуем? Не кушать таким людям углеводы утром. Переносить их 4-6 часов, отсчитывать в зависимости от степени, да, выраженности проявлений. И кушать углеводы во второй половине дня до 6 часов вечера. В первой же половине дня вы можете кушать, там, какой-нибудь авокадо, содержащий большое количество жиров. Если нет аллергии, это арахисовую пасту кушать, например. Кушать какие-то рыбу, естественно, естественно, должна быть клетчатка. И я все-таки голосовал бы за живую клетчатку. Поэтому клетчатка должна быть в большом объеме. Я с собой на работу привожу в контейнерах обязательно дополнительные контейнеры с каким-нибудь... Ну, я сейчас подсел на капусту, я ем капусту. Но здесь это чисто вкусовые предпочтения. Вот. Далее, значит, я вам зачитаю список круп, которые я выделяю. Которые я рекомендую есть всем пациентам. Не все крупы, как и йогурты, одинаково полезны. Вот. Мы отсчитали 4-6 часов от того момента, как проснулись. Дальше мы можем покушать крупы. Какие крупы я рекомендую? Это киноа. Такая в маленьких пакетиках крупа. И, соответственно, ее иногда не видно в магазинах. Потому что с рисом пакетики они больше. Смотрите внимательно. Потому что киноа содержит небольшое количество липопротеидов высокой плотности. И в целом есть исследования, которые показывают, что киноа, как и красный рис, если вы будете ее есть или даже чередовать киноа и красный рис, она положительно сказывается на росте липопротеидов высокой плотности, хорошего холестерина. Ну, рис бурый, он просто низкогликемический, уже не так хорош, как красный, но тем не менее. Ну, гречка, естественно, геркулес нормальный, с гликемическим индексом полба. Так. Бананчик даже можно съесть, грейнфрут. И, конечно, сюда можно добавить, помимо круп, тех же жиров, белков, мяса, жирной рыбки какой-нибудь, красный, например. Вот. Овощей? Овощей. Вот. Вот такая история. Ну, конечно, вы можете пользоваться самостоятельно. Табличка гликемического индекса. Продукты, попадающие в ваш рацион, не будут превышать значение 65. Но здесь есть и момент таблицы инсулинового индекса. И таблицу инсулинового индекса, особенно я заморачиваюсь у людей, у кого диагноз конкретно диабет. Кому я ставлю R73 повышение глюкозы в крови? Мы с там, как бы, достаточно таблицы гликемического индекса. А вот если, соответственно, уже там нужно более внимательно, да, обращать на гликолиз, на инсулин, на рост инсулина, внимательнее обращать, да, все эти моменты контролировать, то, конечно, мы смотрим на таблицу инсулинового индекса. И там засада в молочке. Часто кисломолочные продукты, они, да, низкогликемические, но у них высокий инсулиновый индекс. Но, повторюсь, вот 100% прям обязательно всем отказываться от молочки, от всех этих продуктов, не факт. Это уже зависит от анамнеза. Я лично, вот месяц, когда я худел на 8 килограмм, я не отказывался от молочки. Но и у меня нет высокого инсулина. Поэтому, соответственно, здесь, здесь зависит от степени выраженности диабета. И, конечно, там мы еще можем сопоставить проинсулин. Можно посмотреть цепептид, какие-то косвенные моменты, вот, влияющие, да, на метаболический синдром, на проявление инсулинорезистентности, диабета второго типа. Вот. Еще я не ем свинину. Чисто мое убеждение, я не знаю, это, наверное, не касается напрямую похудения, это касается, ну, однозначно, там, плохой холестерин. Есть еще теория про, соответственно, плохие радикалы, так называемые, все эти плохие, там, негативные окислительные процессы. Вот. Но это, повторюсь, лично мое мнение, научно оно не подтверждено. То, что я вам рассказываю про печеночный гликолиз, про инсулиновый гликемический индекс, это научно подтверждено, и это, как бы, я могу показать на себе, вот я использовал такую схему, я похудел. Соответственно, ну, про свинину, я вам просто вот договорку делаю, что я делаю так, но с любой точки зрения, с религиозной, все-таки с какой-то более-менее, те данные частичные, научные, которые мы получаем, партикалом, по окислительным процессам, по плохому холестерину, они показывают, что свинину есть не надо. Поэтому, мне кажется, лучше ее не есть, чем есть. Но я здесь высказал свое мнение. Здесь все-таки не поставлена пока официальная точка в этом вопросе. После 18 часов, я считаю, нужно все-таки снизить количество жиров приема, концентрироваться на белковой пище и обязательно на клетчатке. Не вижу никакого смысла и никаких проблем ограничивать прием пищи до сна. Я лично ем перед самым сном даже ем, но ем какую-нибудь там из разряда там проколи, хлебцы какие-нибудь. То есть, я уже перед самым сном смотрю, чтобы не было просто высокого инсулинового индекса продуктов. Вот. И все. То есть, там небольшое количество, там одно яйцо, к примеру, огурчики, хлебцы. Значит, что я ел? Там салат делал какой-то с этим оливковым маслом. Ну, какие-то такие простые вещи, элементарные, то есть, которые, мне кажется, готовят все все равно у себя дома, так или иначе. Поэтому ничего волшебного нет. Вся фишка в том, чтобы разделить по времени эти продукты, к которым мы, в принципе, привыкли и которые достаточно доступны и везде есть. И такой лайфхак можно употреблять кино в салате. То есть, это вполне можно делать так даже вкуснее. И кино, она достаточно низкоинсулиновая, низко гликемическая, поэтому небольшое количество кино можно съесть и на ночь. Ничего страшного. Вот. Так что по питанию вот такая вот информация, дорогие друзья. Если немножко перейти, зайти на БАДы, для чего нужны волшебные волокна, для чего нужен нутриклингс. Те добавки, о которых я постоянно говорю, делаю на них ссылки, это, конечно же, ну, не у всех всегда есть возможность. Клетчатка бывает разной. Есть грубая клетчатка, да. Есть там, соответственно, инулин, на котором растут, пребиотиком является, на нем растут хорошие бактерии. Поэтому, если мы говорим не просто о похудении, вот там, да, мы резко похудели, и все, мы не заботимся о своем здоровье, там, не знаю, на диуретиках, на каких-нибудь там наркотиках, как некоторые худеют. Вспомните термин героиновая, да, худоба. Ну, так же тоже можно похудеть, но никто не хочет так худеть. Все хотят худеть, с пользой для здоровья. Вот если с пользой для здоровья, нужно беречь кишечник. И когда вы, соответственно, не успеваете покушать, потому что, естественно, еще и бывает, что если вы где-то в городе едете, еще что-то в делах, то кишечник, желудок, он не должен простаивать, вы туда что-то должны такое загрузить полезненькое. И именно для этих, и в этом виде и выступают эти добавки. Это если так коротко говорить. Вот. То есть, они так называются волшебные волокна, да. Ну, то есть, имеется в виду, из разряда вот волшебная клетчатка, замечательная, которая не всегда в нужном объеме поступает в наш организм. Это очень большая проблема, с которой борются гастроэнтерологи, с которым боремся мы, эндокринологи, потому что это меняет всасываемость кишечника, это вредит кишечнику, и на выходе все в организме взаимосвязано. Первое же, что страдает, это, соответственно, углеводный обмен. Следующий пункт. Поэтому одним из пунктов по, соответственно, лечению диабета является восстановление питания и изменение пищевых привычек. Если мы не можем где-то восполнить клетчатку обычным, привычным путем, мы должны пить добавки. Если мы сидим дома, если вы, мама, в декрете сидите дома, допустим, ради Бога, вы можете, конечно, отказаться от большого количества добавок, просто по времени питаться, следить не будет вам счастья. Дорогие друзья, такая вот информация по питанию. Спасибо, что поддерживаете меня на канале. Мне было очень приятно видеть это. Практически за сутки я набрал для меня это рекорд, там, почти 3000 просмотров это видео. Кого интересно, можете еще посмотреть, меня поддержать, сделать мне просмотры. То есть, мне было очень приятно, вот когда вы поддержали меня с этим похудением. Сейчас у меня немножко я откушаюсь, недельку, немножко похожу щеками, наверное, у меня задержится жидкость. Мы переходим, мы открываем клинику, у нас будет клиника телемедицина на онлайн режим. Я об этом сниму потом, когда наберутся врачи, то есть, будет отдельная возможность не только у меня получить консультацию, но и, соответственно, получать полноценные консультации от других врачей. Ну, конечно, те консультации, которые вы можете получить дистанционно, никто вас дистанционно не соперирует, никто вас дистанционно там остеопатию не сделает и так далее. Ну, то есть, допустим, там, гастронетролог по анализам дистанционно может принять. Ну, какие-то такие вещи. Кардиолог может дистанционно работать. И мы, может быть, познакомимся с врачами из телемедицины с моими коллегами. Я буду приезжать в офис и вести тоже такие консультации и там. Так что, кто захочет, может не только, соответственно, из любого города получить консультацию у меня, но и скоро сможет, наверное, у других моих коллег-специалистов. Моя заинтересованность в том, что, конечно же, я для вас сниму видеоролики теперь не только, надеюсь, с собой, но и с другими специалистами. И мы узнаем много всего интересного из даже таких вещей, которых я-то не знаю, потому что, соответственно, естественно, ну, там, кто лучше расскажет о кардиологии? Только кардиолог. Как бы ты там не проходил эту, как бы ты не любил эту науку, если ты не работаешь кардиологом, если ты не прошел одиноторно кардиолога, никто лучше об этом не расскажет. И в онлайне, думаю, будем вещать для вас все то же самое. То есть, это такая вот онлайн-клиника телемедицина. Потом об этом поговорим, сделаем ссылку на группу ВКонтакте, там, сайты. Ну да, все будет постепенно появляться. Очень прикольный проект. Надеюсь, вы нас поддержите. Такие новости, это просто новости от меня для моих постоянных подписчиков. Вот, дорогие друзья, значит, пишите ваши комментарии. Еще раз благодарю вас за просмотры, за поддержку. И да пребудет с вами здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова